Привет! Сегодня с вами поговорим о том, какой айфон не стоит покупать в 2020 году. И конечно в конце видео будут названы конкретные модели, но этого мало. Нужно обсудить ошибки, заблуждения, которые встречаются и достаточно часто при выборе модели айфонов. Вот обо всем этом подробно сегодня поговорим и начнем со всем известной фразы. Нужно брать тот айфон, на который хватает денег. Она нифига неправильная. Сейчас объясню почему. Поехали! Проблема в том, что большинство людей даже не задумываются о смысле этой фразы. А мы с вами задумаемся и разберем подробнее, как ее можно понимать. Покупай самый дорогой айфон из тех, на который у тебя хватает денег. Это первая трактовка возможная. Давайте подумаем, что с ней не так. Допустим, у меня дофига бабла, это не так, но допустим его дофига, и я могу себе купить айфон 11 Pro Max, вот так вот, пойти и купить. Так выходит, мне надо это сделать. Но, такой подход не учитывает, а нравятся ли мне большие телефоны. Айфон 11 Pro Max вот такого размера, как этот 10s Max будет, то есть дофига большой. Нравятся ли мне большого размера телефоны, во-первых. Как я отношусь... Давай разблокируйся, дружище. Как я отношусь к шиму, во-вторых. Может у меня глаза отваливаются, когда я долго в такой дисплей смотреть буду. Но если руководствоваться именно такой логикой, то покупай самый дорогой из тех, на которые хватает денег. И вы видите, что логика уже не работает. Допустим, фразу трактовать можно иначе. Не как самый дорогой смартфон, на который у вас хватает денег, а в принципе любой из айфонов, на который вы финансово дотягиваете. Тогда непонятно, как сделать выбор между отдельными моделями. Ну, например, у меня хватает на 10s Max. Я могу купить его, могу в эти же деньги взять айфон 11, у этого чётче экран и больше, у этого камера лучше, слегка. Этот чуть быстрее и... Не даёт. Опять же, такой подход не даёт однозначного ответа, какой айфон выбирать. И вот ещё пример, где это утверждение работает неправильно. Допустим, у меня достаточно денег только на айфон SE. Ну, нету больше. Вот всё, потолок. Айфон SE мой максимум. Но при этом я ненавижу IPS-дисплей, терпеть не могу вот эту вот кнопочную историю. Я хочу, чтобы экран был на всю переднюю поверхность. Я хочу, чтобы дисплей был большой, я хочу, чтобы батарейка была ёмкая. Я вот этот сканер отпечатка пальцев медленный просто ненавижу и убить готов. И возникает вопрос. Мне при таких обстоятельствах что, покупать айфон SE? Я думаю, что привёл достаточно примеров, чтобы вы понимали. Подход в стиле «бери тот айфон, на который хватает денег» – это не работает. Это не ответ на ваш вопрос. Второе утверждение, с которым тоже сложно согласиться, и которое тоже, скорее всего, приведёт к выбору не совсем кайфового телефона. Телефона, на который вы потратите деньги, но получите совершенно не тот кайф, на который рассчитывали. Звучит так. «Я хочу попробовать экосистему», – говорит человек и выбирает что-нибудь максимально дешёвое и ещё бэушное к тому же. И я вам хочу сказать, с офигенной долей сарказма, конечно, что мысль попробовать экосистему на примере устаревшего, несовременного и слабого устройства – отличная мысль, друзья. Да, так и надо жить. Вот самое оно. Теперь про то, что я бы на вашем месте не брал. Себе не буду брать точно. Это бывшее в употреблении устройство с очень сомнительной репутацией. Ну, например, iPhone 7, у которого отвалился Touch ID. Или iPhone XR, у которого R-SIM. Лоток для сим-карты, конечно, с этой стороны. Но основную суть, я думаю, вы понимаете. Сомнительные смартфоны лучше не брать. Потому что iPhone, например, без Touch ID, где гарантия, что он будет работать долго? Без Touch ID – это значит, что он был в серьёзном ремонте. И сколько он у вас проработает? Месяц, два, а может быть неделю? Никто вам гарантий не даст. Такая же история и с R-SIM. Проблемы могут начаться в телефоне с R-SIM. Опять же, это нормальный iPhone XR. Я его просто для образца держу. Проблемы с R-SIM-очными телефонами могут начаться в любой момент. И фиг знает, чем эта история закончится. Короче, сомнительные аппараты не берём. А ещё я вам не советую покупать бэушные телефоны. У меня есть бэушные айфоны. Три штуки. Вот они на столе. 4S, SE, iPhone 7. Все брал не новыми. У всех есть вопросы. В этом пришлось поменять аккумулятор и заднюю крышку, потому что из неё тупо вылетело стекло глазка камеры. Вот так чпоньк и всё. И нету. И камера ничем не защищена. iPhone SE. С ним повезло, пожалуй, больше всего. Здесь явно не оригинальный экран, но терпимого качества. Здесь пыль под стеклом камеры имеется. Но не то, чтобы её много. В остальном серьёзных претензий к смартфону нет. Вот эта вмятина. Это я уронил телефон. Это по моей вине. iPhone 7. К нему были самые большие вопросы. Его пришлось нести в ремонт. Не сразу его починили. Короче, ко всем моим бэушным айфонам были вопросы. И нет никаких гарантий, что если вы будете покупать, ну не так, как я в Китае, а пойдёте покупать iPhone на Авито, нет никаких гарантий, что вы не нарвётесь на что-нибудь вот такое. Нет никаких гарантий, что ваш смартфон проработает долго после того, как вы его купите. И именно поэтому на бэушные айфоны цена меньше, чем на новые. Вы ведь рискуете, покупая такое устройство. Рискуете, поэтому оно и стоит дешевле. Следующая категория айфонов, которые нельзя покупать. Это смартфоны в кредит. Ну серьёзно, брать айфон в кредит, это не то, что вы хотите. Это всего лишь телефон, он не принесёт вам счастья. Если так получилось, что временно у вас не хватает на 11 айфон, на айфон 10s Max, ну бывает. Не нужно создавать себе проблему и покупать смартфоны в кредит. Вот это прям очень плохая мысль. Мне можно так делать. Можно брать в кредит. Но понимаете, я лютый фанат, меня уже вообще никак не исправить. И на меня ориентироваться точно не надо. Не надо быть таким, как я, живите нормальной жизнью. И ещё нельзя покупать айфоны, если эта покупка для вас напряжная. Если купив смартфон, вы потом кушать будете 2 месяца, а вы что? Хлеб и воду. Или какие-нибудь продукты быстрорастворимые и некачественные. Покупать надо тот смартфон, который не вредит вашему личному или семейному бюджету. Который вы можете купить без напряга. Следующая категория устройств, которые нельзя покупать. Те смартфоны, которые лично вам не нравятся. Ну, допустим. Сейчас модно, предположим, сейчас модно ходить с 11 айфоном, а вам не нравятся камеры. Вам куда больше заходит история, которая, допустим, в айфон 10s Max или в айфон 8 Plus. Но все вокруг считают, что надо ходить с 11 айфоном. Да вообще пофигу, что там другие думают. Это ваши деньги, покупайте то, что вам нравится. Или, предположим, вы фанат, адепт вот такой кнопочной истории. Вам нравится, чтобы в смартфоне была кнопка. Ну, не любите вы Face ID, не любите вы жесты. Не ваше это. Покупайте смело айфон 8 Plus, будет вам счастье. Отличный телефон, до сих пор замечательно работает, и у него еще большой запас на будущее. Слушайте себя. Вы тратите деньги вам ходить с устройством. И еще немного поговорим про заблуждение. Вы, наверное, не раз встречали фразу, что лучше купить старый БУ айфон, чем новое устройство на андроиде. Вот категорически не согласен. Андроид-смартфоны на сегодня – это отличное решение, если, конечно, мы не будем брать совсем ноунеймовские варианты с просторов поднебесной. И новые смартфоны на андроиде в подавляющем большинстве случаев у вас будут работать лучше, дольше, быстрее, прикольнее, чем БУ-шный айфон. БУ-шный айфон будет хорош только одной вещью. Знаете какой? Наверное, догадываетесь. Вот этой. И все. В нем больше ничего не будет. У него будет хуже камера, он будет медленнее работать, у него будет меньше экран, у него будет хуже батарея, он в целом будет хуже, но зато он будет айфон. И здесь же поговорим про еще одно заблуждение – старый айфон быстрее работает. Да вот нифига подобного. Хотите пример? Айфон 6s. Не знаю, как у вас обстоят дела в моем городе, если покупать новое устройство, но, по крайней мере, продавцы заявляют, что это новое устройство. И есть сильное подозрение, что они не врут, потому что это легко проверить по e-mail. Итак, новое устройство в моем городе стоит около 250 долларов. Это за версию на 32 гигабайта памяти, потому что в 2020 году брать 16, ну это кердец, на мой взгляд. Так вот, новое устройство 250 баксов. В эти же деньги вы можете взять Samsung Galaxy A50. Он будет плюс-минус такой же по скорости работы, как и айфон 6s, но зато, ребят, 6,4 дюйма дисплей. Две сим-карты полноценные, 64 гигабайта памяти на старте, 25 мегапикселей камера. Что мы получаем? На примере айфона 6s хорошо видно, что в эти же деньги можно взять устройство, которое не медленнее, но при этом больше экран, четче экран, больше встроенной памяти, лучше камера, больше сим-карт, но по всем параметрам смартфон на андроиде будет лучше. Единственное, чего вы там не найдете, ну вы уже поняли, да? Но так ли вам это важно? Следующее заблуждение, с которым я часто сталкиваюсь в комментариях. Я возьму старый айфон, потому что у них долгая поддержка. Согласен с фразой «долгая поддержка», но проблема в том, что в старом айфоне эта поддержка уже почти вся израсходована. Вот, например, айфон 7. У него был гигантский потенциал в плане поддержки производителя, когда он только вышел. Но сейчас большинство этого потенциала, большая его часть, уже нафиг израсходованы. И вы возьмете, знаете, не устройство с большим потенциалом, а устройство с маленьким остатком большого потенциала поддержки. Теперь о том, какие устройства я бы в принципе не рассматривал к покупке на 2020 год. Это айфоны 7, 7+, и все, что старше. Они уже не такие интересные, некоторые из них откровенно медленные, новых фишек в них мало, и вам просто будет некайфово. Вы потратите деньги, но на каждый вложенный доллар у вас будет очень мало айфона. Исключение из этого правила можно сделать только для айфона SE, и то на очень определенные случаи. Только для тех людей, которым важен минимальный размер телефона. Для тех людей, для которых даже айфон 8 слишком большой. Вот если вы из таких, если вам критично важно, чтобы телефон был маленький, тогда, конечно, берите айфон SE, не потому что он хороший, а потому что лучше айфон SE вот в этом размере Apple просто не делала и скорее всего не сделает. У вас просто выбора нет. Всем остальным айфон SE брать категорически не рекомендую, потому что маленький экран, слабая батарея, так себе камера по сегодняшним временам, вот это вот. Айфоны 8 и 8+, Плюс с ними все неоднозначно, потому что и это, и это хороший аппарат. Но айфон 8 прямо сегодня, если вы смотрите ролик, вот как только он вышел, я бы на вашем месте айфон 8 пока не брал, потому что в марте 2020 года будет айфон SE 2 или айфон 9, как там его назовут, который в корпусе восьмерки с мозгами от айфон 11 на 50 долларов дешевле, чем восьмерка сейчас. Ну вот чуть-чуть подождите и возьмите вот практически такой же, но айфон SE 2 или айфон 9, как его назовут. Или подождите опять же до выхода вот этого нового смартфона и возьмите себе восьмерку, но только со скидкой долларов на 100. Чисто из этих соображений не рекомендую покупать вам восьмерку прямо сейчас. Чуть-чуть подождите и у вас будут более комфортные условия для приобретения. Айфон 8+, скорее всего, после выхода SE 2 или 9, тоже подешевеет, но вряд ли так значительно, как восьмой айфон, поэтому айфон 8+, можно покупать. Рекомендую, отличное устройство, если вам нравятся кнопки под экраны, если вам нравятся IPS-дисплеи. Восьмой айфон сегодня все еще огонь. И устройство, которое дороже, чем айфоны 8 и 8+, тоже можете брать смело, при условии, что они вам нравятся, конечно. Резюмируя сегодняшнее видео и подводя итог, какие айфоны я бы не советовал вам брать? Айфоны, начиная с семерки, 7+, и старше. Отсекаем их сразу, их не берем. Предлагаю рассматривать к покупке смартфоны, начиная с восьмерки и новее. Из них вам не стоит брать смартфоны, которые вам финансово сложно купить. Допустим, вот на эти у вас денег либо не хватает без кредита, либо хватает, но впритык, и это слишком сильно подрывает ваш семейный бюджет. Значит, вот эти тоже не берем. Допустим, вы смотрите это видео до презентации айфона с E2 и 9. Тогда замечательный айфон 8 тоже не берем. И продолжая тот кейс, который я придумал для примера, напомню. Предположим, у вас не хватает денег на айфоны 10S Max, на айфон 11, поэтому вы просто не можете себе их позволить. Айфон 8 пока что брать нет смысла, потому что еще не презентовали айфоны с E2 и 9, еще не снизилась цена на восьмой айфон. И давайте добавим еще одну переменную. Допустим, вы не любите кнопки на телефонах. Ну вот, не нравится вам, вы говорите, что это устаревший дизайн, вот не хочу кнопку и все, хочу Face ID. Понимаете, как это работает? Мы убираем смартфоны, которые уже нет смысла покупать, потому что старые. Убираем смартфоны, которые не получается купить, потому что, ну, финансы не позволяют. Потом смотрим из оставшихся, какие вам больше нравятся, и делаем выбор. И есть ощущение, что такой подход кому-то из вас поможет правильно определиться с покупкой смартфона. Спасибо, что провели эти несколько минут со мной. Ставьте лайки, пишите в комментариях все, что вы думаете о том, что увидели и услышали сегодня. Подписывайтесь на канал. Пока.